всем доброго времени суток давайте я вам для начала что-то появилось у меня желание расскажу вам анекдот значит пришел человек врачу психиатру говорит доктор у меня проблемы у меня бессонница там значит все какая-то усталость там и так дальше он говорит о чем вы можете все это связывать мне кажется что говорит это все связано с работой а чем вы занимаетесь на работе на работе я раскладываю яйца по лоткам значит большие кладу в один средний другой а маленькие третий в редушу такого сложного просто просто очень разложить большое в один средний средний маленький 3 что же такого сложного да нет говорит доктор понимаете каждую секунду мне приходится принимать решение принимать решение 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 вот такой анекдот относительно вот я принял решение что я пропустил один момент относительно тех кто значит заказывает культуры значит и кто выращивает там уже их хранит на жидких средах значит вы вносите культуру когда саму пробирку вот смотрите она находится на дне и таким вот образом вот в этом например поставили я думаю что кто-то интуитивно догадывается что ее надо там все-таки в жидкости находятся клетки и что задача эти клетки максимальным ну то есть не максимально распределять все-таки по агаровой среде иначе они просто упадут в этом растворе и так и основном состоять внизу обычно допустим как я поступаю я ну каждый день я там наблюдаю что происходит там есть рост и или нету роста тем более что там клеточка может быть одна и чтобы они даже просто не подсохли на самой агаровой среде что иногда такое тоже бывает при высок при низкой влажности агаровой среды бывает что клетки просто высыхают видно что они там были они начали какой-то рост потом подсохли значит чтобы этого не происходило вот эту жидкость берем и так аккуратненько равномерно распределяем по вот этому нашему агаровому скосу то есть не только ни в коем случае нельзя так чтобы эта жидкость попала на ватно-марливый тампон можно считать что такая пробирка уже испорчена и желательно их некоторое время подержать вот таким вот образом клетки тяжелее значит воде они садятся на дно скажем так и после этого аккуратненько мы делаем вот таким вот образом и жидкость опускаем вниз возьмем допустим еще одну пробивку вот это ученики делали закосы закосы вообще сделаю неправильно потому что поналивали много агаровой среды видите они такие я не не люблю вот такие вот такое дело полстакана там стоит внизу агара потом очень такой маленький скос это плохая пробирка например ну просто то что было пришлось делать отсев и вот смотрите не знаю как там камера показывает вот сейчас показывает вот жидкость распределяется по поверхности аккуратно так чтобы она не добралась до пробки некоторое время чуть-чуть зафиксировали чтобы клетки осели потом воду собрали на стекло и опустили вот такую манипуляцию надо проводить каждый день и сразу нужно отметить особенно там жгучие там грибоводы которые там начинают там пять дней прошло ничёный растет дождите за пять дней за пять дней жидкие клетки на жидкой среде они в принципе даже и не не должны расти за такой короткий срок обычно клетки стартуют где-то только с пятого дня можно под большим увеличением заметить в некоторых местах когда начинают появляться первые ниточки от самой клетки и в дальнейшем уже происходит такие как сказать вот как заметить вот сам рост он проявляется виде это не будет пушение он появляется в виде сама поверхность агара насквозь она такая глянцевая а тут появляются такие пятнышка такие мат матовые такие малюсенькие пятнышка размером меньше там 1 миллиметра это на большом увеличении можно хорошо такое видеть значит не забывайте за этот совет что раз в сутки надо жидкость распределять по агаровой среде ну и наблюдайте за ростом и смотрите просто под увеличительным стеклом если там рост уже пошел то есть клетки начали делиться то уже не мешать ему там не болтать этот там водой и уже поставьте просто наблюдайте за тем что и как будет расти с вами был макс саллер на канале фанима шум скул до следующих встреч